Доброго всем дня! Сегодня в мире осветительных приборов утвердились несколько брендов, которые являются эталонами качества и надежности. Основным недостатком таких брендов является цена, поэтому задача других производителей сводится к тому, чтобы сделать прибор не хуже, но при этом дешевле. Переход на светодиоды дал возможность использовать пластик, что облегчило и удешевило конструкцию. Сейчас практически никто не лепит свет из паленых светодиодов. Все светодиоды сертифицированы и достойного качества. Если брать несколько приборов одной конструкции, то они мало чем будут отличаться друг от друга. Сегодня, пожалуй, одним из немаловажных криктериев остались качество материалов и сборки, а также удобство эксплуатации и комплектация. Сегодня хочу представить неплохой, на мой взгляд, кит от компании Apputa Lightstorm Mini 20. Это вот такая небольшая сумка-кейс, на ножках, защищенными углами и загадочной надписью Mini 20. Бренд Apputa уже зарекомендовался с неплохой стороны. Открываем кейс. Специальные регулируемые шлейки не дают упасть крышки, что довольно удобно, потому как в крышке у нас есть карманы. Куда же без рекламных наклеек. Внутри мы видим три прибора, зафиксированных такими вот резинками. Приборы такого вот вида. Ну и куча блоков, шнурков и так далее. Приборы идентичны. В комплекте два холодных света и один биколор. Вот как раз с буквочкой C обозначает колор, а с буквой D – Day, то есть дневной свет. Вот так они выглядят. Набор теплых фильтров, пару из жесткого пластика и целая стопка пленочных, так называемых гелевых. Что приятно, что производитель положил даже прищепочки для них. Мелочно приятно. В комплект к каждому прожектору идут батареи. Это реплика Sony NP970. Адаптер под нее с кабелем D-Tape. На адаптере предусмотрено крепление башмак с резьбовым отверстием. Опять же, к каждому прибору идет зарядка для батареи. Зажим для крепления адаптера, например, на штатив. Шарнирная мини-головка с башмаком. И так как приборы рассчитаны на питание от 5 до 18 вольт, то в комплекте с каждым прожектором идет еще USB кабель. Ну и само собой блок питания от сети. Итак, рассмотрим все поближе. LS Mini 20D. Довольно легкий. Отличная сборка. Качественный пластик. Здесь активное охлаждение. В приборе дневного света один вентилятор. Мы видим большой эффективный радиатор. Резьба крепления на штатив. Причем с вставкой. То есть по два типа резьбы. Шторки металлические. Причем с внутренней стороны покрыты светопоглощающим материалом. На ощупь как бархат. Повторюсь, все сделано добротно. Пластиковая линза Френеля. Сверху вот такая стильная решетка. Тут у нас регулятор диммера со шкалой от 20 до 100. А на тыльной стороне кнопка включения, разъем питания и регулятор угла луча со шкалой до 80 градусов. Такой вот красный козырек. Не знаю для чего. Может просто декорация. Но он при падении. Ну не дай бог конечно. Но он точно защитит панель с регулятором. Нигде ничего не шатается, не болтается. Шторки регулируются мягко, без затирания. LS-mini 20C. Выполнен в том же корпусе. На лейбе буквочка C. Здесь уже два вентилятора. Ручка диммера при нажатии переключается на регулировку цветовой температуры. Здесь мы видим собственно шкалу от 3000 кельвинов до 6000 кельвинов. Других отличий нет. А что еще? Рамку со шторками можно крутить вокруг своей оси, что открывает дополнительные там творческие возможности. Приборы мощностью 30 ватт. Lightstorm Mini 20D дают световой поток с одного метра 10000 люкс на минимальном угле и 1800 люкс на максимальном. У цветного брата 4200 люкс и 720 соответственно. Но в два раза меньше. Коэффициент CRI у Bicolor прожектора 96 плюс. У приборов дневного света 97. Как я говорил чуть раньше, такие характеристики уже стали нормой. Давайте включим приборы. Прибор настроен так, что свет горит при минимальном положении диммера. Как и стоило ожидать, свет ровный, без мерцаний. Обе шкалы с приятно синей подсветкой. Сделаны скорее для ориентации, чем для точной подстройки. При увеличении угла после последней отметки на шкале лучше расширяется еще градусов на 10. Mini 20C с менее интенсивным лучом. Нажав на регулятор мощности, переходим в режим температуры. Плавное изменение. Мы видим, что световой поток меньше, чем в приборе с холодным светом. Но это не удивительно, так как регулировка осуществляется за счет уменьшения интенсивности одного цвета и увеличения интенсивности второго. Конечно, если бы каждый цвет регулировался отдельно, было бы интереснее. Ну, это если рассматривать прибор отдельно, а у нас комплект. Так что цветной прожектор используем как рисующий, а два других как заполняющие. Очень универсальный набор. Универсальность питания. Отличное мобильное решение. Кабель адаптера подходит к батареям V-Mount. Тест проводится в освещенной комнате, это тоже надо учесть. Вентилятор охлаждения включается автоматически. Холодный свет так и не удалось нагреть до включения вентилятора. С B-Color прибором тоже пришлось довольно долго ждать. Но так и дождались. Не скажу, что вентиляторов, а у цветного прибора их два. Совсем не было слышно, но работают они очень тихо. Итак, на мой взгляд, отличный недорогой свет, который пригодится в студии и особенно в поле. Здесь нет электронных излишеств. Все просто и надежно. Сборка отличная. Угол луча регулируется во всех приборах. В комплекте идет все необходимое, вплоть до пачки гелевых фильтров и прищепок к ним. Идет зажим для крепления адаптера к штативу. Но даже если вы забудете штатив, то сможете при помощи этого зажима прикрепить прибор, например, к дереву или шкафу, лишь бы было к чему. Универсальность питания. Вес одного прибора около 600 грамм. Все помещается в небольшом кейсе. В общем, отличные приборы. Пощупать их вы можете у нас в офисе, предварительно созвонившись с менеджером. Так что заходите на наш сайт, подписывайтесь на наш канал. У нас еще много всего интересного.